Семья Адушкиных не знает, что такое скучные будни, пока папа на работе, а старшие дети в школе, мама Людмила хозяйничает с малышами по дому. Вместе с мамой крохи накрывают на стол, да и вообще делают все домашние дела. Дети для Людмилы главное и самое большое счастье, сложно поверить, но у этой молодой девушки их уже шестеро. У этого семейства есть любимые праздники – Новый год и Пасха. К ней Адушкины уже начали готовиться. Мы делаем композиции на стол с цветами живыми. Потом приходит тот момент, дети его ждут очень, когда мы начинаем красить яйца. То есть мы именно специально подготавливаемся, именно чтобы была вся семья. Это обязательное правило. То есть муж, все, мы, у нас такая традиция – за одним столом мы готовимся к этому празднику. Любой праздник требует определенных затрат. К Пасхе их тоже, как обычно, немало. Семьям, где больше четырех детей покрыть некоторые расходы, помогут выплаты от главы республики. На одного ребенка положено 800 рублей. Пусть и небольшая сумма, но, как говорит Людмила, приятно получить любую помощь. 800 рублей на каждого ребенка. У меня их шесть. Конечно, если они… Они никогда не будут лишними. Поэтому мы любим, например, на эти выплаты мы идем покупать корзинки. Мы именно покупаем такие плетеные корзины, потом дома их украшаем и цветами, и какими-то там цыплятками. В этом году за пасхальными выплатами обратились 1703 семьи. Кроме многодетных, они положены одиноким мамам, воспитывающим нескольких детей. Заявления принимались до 1 апреля, но тех, кто по уважительным причинам не успел обратиться, готовы принять и сейчас. Данные категории обращаются в государственные наказанные учреждения по месту жительства. Значит, какие документы они должны с собой принести? Базу у нас на многодетные семьи все сформированы. Если вдруг только кто-то не попал в эту базу, у которых, значит, вот только недавно родился этот четвертый ребенок, они должны с собой принести все свидетельства рождения этих детей несовершеннолетних, написать заявление и принести свой паспорт. Почему паспорт? Они у нас тоже, значит, все данные паспортные есть, но вдруг кто-то сменил фамилию. Заявления будут приниматься до 10 апреля, и к Пасхе материальная помощь дойдет до каждой нуждающейся в ней семьи. Юлия Мамаева, Денис Ноздрюхин, Народные новости.